дорогие друзья прежде чем завести собаку вы должны обязательно знать как спасти своего питомца в случае эпидемии животные гибнут очень быстро потому что они отказываются от еды от воды и погибают даже просто от обезвоживания я хоть и не ветеринар но кое-что знаю хочу вам рассказать о реальных случаях самая распространенная это чумка может иногда ее как-то путают с другими болезнями или как-то но я припоминаю когда мы жили в селе и собаки гибли погибали просто очень много собак погибала я пошла в нашем доме тоже было много собак у нас разводились щенки нам их было некуда девать и они оставались и погибло несколько таких подростков собачек я плакала уже еще один лежал и я побежала ветеринар один ветеринар у нас там был вечно пьяный такой мужчина вообще никому никак не помогал а я побежала к ветеринарши маме моей подружки она была по крупно рогатому скоту и я к ней побежала пришла плачу спасите мою собачку она мне дала порошок тетрациклина порошок тетрациклина он был такое для внутривенного ну как для крупного рогатого скота но это все равно она сказала хоть таблетки тетрациклина с аптеки хоть что сейчас приди и в сыпи животному вот этот тетрациклин порошок прямо на язык я пришла собачка уже все он уже лежал уже будет через несколько часов там все было бы нос сухой с такими чешуйками у собачки бы он уже все лежал у него пена была уже там можно было подумать что все уже бесполезно я не очень-то верила в это лекарство ну это антибиотик взяла принесла он уже был в готовом виде рассыпчатый положила на бумажку бумажку сложила вдвое порошок высыпала и собачонку открыла ротик засыпала ему туда вот она сказала делать это но если собака уже в таком состоянии уже очень плохом каждые три часа и я ему дала никаких изменений почти не произошло но хуже ему не стало после того как я ему второй раз дала он начал подниматься пошел пить и на следующий день он уже начал бегать вот так вот других собачек мы не успели спасти это я тогда подростком было не знала про это и многие не знали вот эта эпидемия начиналась и животные просто погибали бывало что ни одной собаки не было в селе или ни одной кошки когда парш пошла от крыс и люди не знали как спасать животных но есть вот такой вот простой способ как спасти от чумки я думаю что она не ошиблась она сама сказала что это чумка хотя она не приходила она говорила что эпидемия чумки поэтому думаю что не ошибаюсь это была чумка в общем чумка лечится тетрациклином антибиотиком тетрациклин который стоит копейки в аптеке вы можете взять тетрациклин для людей в аптеке копеечный этот он в каждой аптеке в россии продается антибиотик насколько я знаю без рецепта это в германии невозможно я выписала ну как мне прислали лекарства здесь у меня теперь есть лекарства антибиотик из россии а в германии это только по рецепту и они просто так никогда это не дают потому что некоторые люди его пьют без пьют без контроля это тоже нельзя делать это очень вредно но в случае когда нужно спасать организм антибиотики просто необходимы вот в общем такой вот случай так что можете лечить собака она же не будет таблетки пить вряд ли она будет таблетки пить поэтому только размолотить насыпать на бумажку и бумажку эту открытие пасть собачки и туда засыпать вот в общем такой случай был другой случай это когда уже мы жили в германии собачка чихуахуа заболела вот у него был лептоспироз и заразился он просто вообще никогда бы я в такое не поверила у одних людей собачка заболела там девочка любила гулять по всяким местам с собачкой но по таким местам где грызуны бегают где крысы бегают по всяким дурацким местам в общем и собачка заболела у двоих девочек заболела тут сразу сигнал значит эпидемия идет мы свою собачку маленького мини чихуахуа на улицу не выпускали решили отсидеться дома пока вот этот эпидемия но одна из этих девочек пришла к нам в гости и и видимо у нее на одежде было или как-то этот лептоспироз говорят он по 50 лет этот вирус живет даже земле и везде если случилось так что в какой-то квартире собака болела лептоспирозом то там нужно обработать просто капитально все если только выйдут другие хозяева все обмыть там хлорка и все такое тогда только есть шансы что собака другая не заразиться а так на это очень опасный вирус но вот этот эта история закончилась печально потому что антибиотики тут не помогают там да нужно ставить им фунг этот прививку заранее но прививка маленьким маленьким животным тоже не всегда помогает саму больше страдают от этого самые маленькие собаки потому что у них быстро происходит происходит обезвоживание они очень маленькие и мы обратились конечно же к врачу у него у собачки он сначала такой вялый был все потом у него рвота началась мы бегом и поняли что это он от этой девочки заразился на его как раз поймала взяла на руки в общем какие симптомы повышается температура у животного животное отказывается от пищи это именно собачки рвота по нос и в калием а чем могут наблюдаться сгустки крови такие вот симптомы этой болезни второй день поехали к врачу врач оказался такое ветеринар который ему важно было только деньги получить я еще раньше про него слышала про плохую его репутацию но мы там жили как раз я тогда думал что в германии нормальная медицина тогда я так думала сейчас я много чего знаю тут такие истории с медициной что просто можете забыть вообще что здесь все так прекрасно как там думают здесь очень много ужасных историй с медициной да не говорю ничего не говорю здесь страховки все такое бесплатные лекарства но не все бесплатные лекарства но врачей плохих здесь очень много безграмотных врачей и вот этот врач он оказался таким же он сказал ничего страшного вел меня заблуждение говорит это просто паразиты дал мне там просроченное какое-то лекарство от паразитов потом как мне другой врач сказал он вообще говорит дал лекарство которое уже не применяет это уже говорит ерунда сейчас другие лекарства применяют от паразитов от ленточных от таких там это в общем объяснил тот другой врач мне намного дешевле продала этот 70 евро за то что мы пришли за то что он два слова сказал и неправильный диагноз дал вот все мы поехали домой и только потеряли время потом смотрим все эти симптомы как вот те рассказывали что с их собачкой также было мы бегом опять к нему он там да надо опять у меня денежки конечно взял каждый раз я приходил он каждый раз у меня не для финансам то так чтобы без налога эти деньги прошли наличными а так как хозяин когда с его животным что-то случилось хозяин лишь бы лишь бы ничего конечно не скажешь отдаешь деньги лишь бы спасли веришь что спасут вот и в общем потом он говорит собачки нужно нужно инфузион это капельница вот да я тоже тут начала в интернете все смотрите а тоже ему подсказываю говорю антибиотики попробовала они не помогает как тогда это не чума было это не чумка другое и лептоспироз вот и в общем когда поставили ему капельницу собачоночку ему 9 месяцев было всего ему стало настолько лучше намного лучше вот он весь день был на капельнице потом он отдал нам его что идите все будет хорошо как раз выходные были я сказала может быть давайте я вам оплачу как-то что-то у вас тут в вашем праксисе он будет и дальше ему это капать нет ничего не надо что интересно он знал что собачку нужно было еще подержать на капельнице он это конечно как врач знал чтобы с меня дальше деньги вытягивать я не знаю вообще зачем он это сделал он должен был мне сказать что если у него нельзя было ставить эту инфузион эту капельницу то тогда мне нужно было ехать в большой город там где круглосуточная клиника я про это не прочую не знала вот теперь вот я вам говорю что если лептоспироз то нужно ехать в клинику или к такому врачу который может и до вечера там или ночью собачки держать эту капельницу чтоб собачка подержалась два дня потом уже все выживет и он мне это ничего не сказал все встретимся опять буду капать денежки она будет он с меня брать ну good хорошо я ему поверила потом поздно вечером уже все собачок начал вставать ходить потому что у него потому что у него пошла жидкость в организм он как бы восстановился он бы и выжил если бы дальше ему было прокололи эту инфузион вечером ему стало плохо резко обезвоживание пошло я начала звонить этому врачу опять ветеринару у него ничего не отвечала хотя он круглосуточный врач на наш город был так как бы называлась вот и ничего не помогало я начала в скорую уже звонить люди где ну как в скорую для людей они мне сказали что круглосуточный врач какой-то телефон в городе там ну как большой город другой он приедет он дежурит нет тот врач трубку еле-еле взял я никуда не поеду ничего вот вам и германия на сидит дежурный врач по животным ветеринар и никуда не собирается ехать но это конечно потому что я с акцентом со своим русским звонила вот конечно это нарушение и потом только мне вот скоро где скоро и для людей до централе они мне сказали адрес едьте есть такая клиника круглосуточная там животные лежат в больничке и и мне так было плохо что пришлось машину нанимать другого человека чтоб он меня вез мы поехали искали там даже полиция помогала нам искать мы не могли найти эту клинику она все равно маленькая была еле-еле нашли ночью приехали но он уже все лежал без сознания и женщина которая там дежурила в этой клинике она мне сказала что это была вина вот этого ветеринара что он знал что собачке нужно было два дня вот этот инфузион капельница для того чтобы не произошло обезвоживание организма а он хотел как бы дальше с меня деньги вытягивать и вот так вот я вообще не понимаю неужели могут жалко не было мою собачку почему-то поступил вот ну они попытались два дня моя собачка там была я тоже сказала я им сказала заплачу вам деньги ну и так 800 евро заплатили за вот этот стационар но ничего не помогло два дня он продержался она сказала что от обезвоживания организма то что это до этого произошло мышца сердечная как подсохла вот как-то что-то такое произошло и и он умер вот в общем все таки нужно самим приобретать эти знания потому что есть такие ветеринар и врачи такие есть которым все равно которым главное денежки и поэтому мы тоже сами должны знать как защищать своих питомцев вот сами должны знать о каких-то правилах о каких-то мощных лекарствах вот ну вот случае с чумкой тетрацеплин помог а в случае с лептоспирозом нет желательно конечно ставить животным прививки вот например от чумки здесь обязательно вот в германии от чумки обязательно все должны быть привиты иначе даже если где-то в штате узнают что не привито животное от чумки штраф будет огромный хозяин кстати про это многие не знают потому что эта болезнь бешенство то львуд по-немецки она передается и людям поэтому все должны быть кинфт чумка лептоспироз бешенство инфекционный гепатит это самые такие опасные заболевания вот ну про другие я не буду говорить потому что это я не знаю именно то что было вот произошло такие случаи вот это я вам рассказала если вас интересуют другие случаи спасения животных которые тоже произошли в моей практике вот так это случаи с кошкой и случаи с курами когда во время куриные эпидемии только мои куры спаслись и